Здравствуйте, я Иван Сапоненко. А я Егор Лазарев. И сегодня мы будем выполнять лабораторную работу по химии по растворению жиров. Эта работа очень важна для жизни человека, потому что показывает то, какими растворителями можно растворять жиры, к примеру, попавшие на одежду. То есть полярные и неполярные растворители. Наша гипотеза заключается в том, что неполярные растворители растворяют жиры намного лучше, чем полярные. И сегодня мы будем проводить эксперимент с данными растворителями. Первый наш растворитель – это вода. Вода является самым полярным растворителем из всех, которые мы сегодня будем использовать. Далее мы будем использовать воду со спиртом, то есть водку, как это в народе говорится. Она является менее полярным растворителем, чем вода. Тоже проверим, можно ли выварить жир водкой. Потом мы будем использовать ксилол. Ксилол – это уже относится к неполярным растворителям, очень сильный растворитель, который используется в разных красках, в разных… в некоторых… в некоторых клеях и так далее. Мы будем использовать бензин. Обычный бензин, по-моему, 95-й, с октавным числом 95. И будем использовать тулуол. Тулуол – это считается самым неполярным растворителем из всех данных. И посмотрим, какой же из этих растворителей будет работать лучше всех. В качестве жира, который мы будем выводить, мы будем использовать жидкий жир растительного происхождения, собственно говоря, растительное масло. Так как мы работаем с ядовитыми растворителями и с ядовитыми веществами, мы работаем в перчатках и в полностью проветриваемом помещении. Ну и так как любая работа выполняется в последний момент, чтобы побыстрее получить результаты нашего эксперимента, мы будем использовать технический фен. Эксперимент будет выполняться на обычной тряпке, которая достаточно хорошо впитывает и жир, и растворители. Следующим этапом нашей лабораторной работы будет смачивание кусочка ткани в жиру. Собственно, что сейчас Иван и делает. Вот мы подготовили 10 тряпочек, так мы работаем вдвоем, смоченных в жиру. И сейчас приступим к эксперименту с водой. Сейчас Иван будет проводить первый опыт с водой, поэтому он будет использовать вату, собственно, смачивать ее в воде и пытаться оттереть пятнышко жира. Но я уже могу наперед сказать, что у него, скорее всего, ничего не получится, потому что вода – это полярный растворитель. Результат будет виден чуть позже, когда вода высохнет. Как вы видите, в данный момент Егор открывает спирт, то есть водку, и попробует оттереть жирные пятна водкой. Он берет ватку, аккуратно смачивает ватку спиртовым раствором. Раствором этанола. И пытается оттереть ватку. Спирт высохнет быстрее, чем вода, поэтому результаты будут видны раньше. В качестве следующего растворителя мы будем использовать ксилол. Это уже ядовитое вещество, и как и растворитель неполярный. В индустрии ксилол используется как растворитель для красок и лаков и так далее. Так как ксилол неполярный, уже, скорее всего, жир удалится намного эффективнее, нежели способами, которые мы использовали до. А что типа? А также у ксилола очень ярко выраженный запах. И мы продолжаем наш эксперимент, нашу лабораторную работу. И следующее вещество, которым мы будем пытаться растворить жир, это бензин. Бензин тоже ядовитое вещество, я бы не советовал его нюхать. Бензин – это смесь углеводородов от октана до метадекана. И, в принципе, бензин является неполярным растворителем. Хотя иногда в нем могут быть, могут присутствовать некоторые полярные молекулы. Но давайте посмотрим, как же он растворит жир. И самым последним растворителем в нашем эксперименте является талуол. Самый неполярный растворитель из тех, которые были использованы до. Молекула талуола схожа с молекулой ксилола, но талуол является более неполярным, так как в молекуле его один метиловый радикал, нежели их два в ксилоле. Женька. И, как мы видим, в результате всех наших экспериментов у нас получились немножко неоднозначные разные результаты. Но конечный результат мы сможем увидеть только когда все наши растворители полностью испарятся. И мы сможем увидеть само масляное пятно. Вот и подошло время к применению нашего технического фена. И вот мы высушили все наши куски ткани. И можно наглядно видеть, что эксперимент удался. И на разных кусках ткани либо есть масляное пятно, либо нет. Как мы видим, наша гипотеза подтвердилась. И на растворителях, которые были полярными, масляное пятно осталось. А на растворителях, которые были не полярными, масляное пятно исчезло. И далее упакуем все наши результаты эксперимента. Наши лабораторные работают в пакетике, чтобы они остались в таком же состоянии, как сейчас. Их можно было проверить учителю. И подпишем пакетики. К сожалению, не до конца влезает, но мы постараемся. Немножко подрежем. Подпишем пакетики, чтобы знать, какой растворитель использовался в каждом эксперименте. В данном эксперименте это была вода. Все. Ну вот и подошел к концу наш эксперимент. И хотелось бы подвести итоги. В ходе нашего эксперимента наша гипотеза подтвердилась о том, что неполярные растворители растворяют жиры намного лучше, чем полярные. И исходя из этого, мы могли бы только посоветовать вам, если у вас вдруг какое-то жирное пятно на одежде, то есть масляное или из любого другого жира, то растворять или точнее вывозить это пятно будет легче средствами, основанными на неполярных растворителях. Спасибо вам всем большое за внимание. С вами были, наверное, самые лучшие химики на свете, Егор Лазарев и Иван Сапаненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова